Приветствую! У многих людей есть в военном билете такая запись «Непридатный до войсковой службы в мырный час, обмежено придатный у военный час». И эти люди задаются естественным вопросом «А сейчас военный час?» Ведь, как мы с вами знаем, было введено в Украине правовой режим военного положения, а о том, что введен некий военный час, мы этого не слышали, никто этого не объявлял. И вот сейчас мы разберемся с тем, в данный момент, в сентябре 2023 года в Украине военный час или не военный час, а только военное положение. Чтобы ответить на этот вопрос, естественно, мы посмотрим с вами действующее законодательство. И смотреть мы с вами будем «Закон Украины про оборону Украины». Но не весь закон, а только статью 4. Вот в статье 4, которая называется «Видсич збройной агрессии против Украины», в части 3 указано следующее. Вот она, часть 3. И если мы внимательно еще раз почитаем эту статью, то мы увидим, что военный час может быть начат в двух случаях. Два варианта есть. Первый вариант – оголошение стану вины. Это первый вариант. И второй – фактичного початку военных дий. Почему я считаю, что есть два варианта, что возможно наступление военного времени без оглашения состояния войны? По одной простой причине. Или. Здесь указано «или». То есть может быть одно условие обоявления состояния войны. Или другое условие – фактическое начало военных действий. Что вполне логично. То есть если на страну напали и страна начала защищаться, мы не ждем того, чтобы наступило какое-то объявление. Мы сразу говорим «вот сейчас военный час». И понятно, вы скажете «стоп». А военные дии точно начались? Ведь здесь фактичного початку военных дий закон называет такое условие. Давайте сейчас посмотрим. На этот вопрос у нас есть ответ в статье 1 закона Украины об обороне Украины. То есть в статье 1 этого же закона. И именно ее мы и посмотрим. Вот здесь почти в самом конце сказано, что военные дии организованы за стосувание сил обороны та сил безпеки для выполнения завданий за обороны Украины. И соответственно мы понимаем, что по факту в тот момент, когда первый военнослужащий другого государства начал, переступил границу Украины и начал нападение, агрессию в отношении Украины, а силы обороны Украины начали вот эти оборонительные действия вот с этого момента и наступил военный час. И на сегодняшний день в Украине как раз то самое время, военное время. И как мы увидели в соответствии со статьей 4 закона Украины про оборону Украины, не требуется какого-то объявления военного времени. То есть ни президентом, ни Верховная Рада, ни кабинет министров, ни главнокомандующий вооруженных сил Украины, никто не наделен вот этим полномочиям, что нужно объявить военное время. Нет, оно может наступить автоматически вследствие просто нападения на страну и защиты со стороны этой страны. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что объявление войны – это лишь одно из условий для введения военного времени. Другое – это фактическое нападение и отражение этого нападения. Ссылочку на закон я, естественно, оставлю в описании к видео, чтобы вы смогли зайти, проверить, почитать, действительно ли все так, как я говорю, и убедиться в этом самостоятельно. Напомню вам в конце видео, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем на ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну и совсем в конце видео, конечно же, хочу вам пожелать удачи, благополучия и, естественно, мира. Пока-пока.